Масленица Прокатиться именно на трамвае я решила не случайно, потому что именно в трамвайном управлении у нас больше всего невест. Мужчины, обратите внимание, каждая вторая женщина здесь не замужем. Вот скажите, пожалуйста, в старину на Масленицу девушек высматривали на горках, катаясь. Вот сейчас, катясь в трамвае, вы могли бы себе девушку присмотреть? Ну, конечно, мог бы. Не думаю, абсолютно. За рулем разговаривать небезопасно и правила это запрещают делать, поэтому мы с вами побеседуем на остановке. Вот у Ларисы тут небольшой пересменок, и как раз нам хватит этого времени, чтобы задать ей свои вопросы. Одиночество – это страшно или это все-таки нормальный образ жизни? Это нормальный образ жизни, потому что некогда думать, в принципе, о семье, работа напряженная. Четыре утра встанешь и практически вот до обеда, или иногда бывает до вечера работаешь, приходишь, быстро покушать, сварил и уже опять спать. Утром опять встаешь. Так, какие-то плюсы вы можете сказать, одиночество? Вот чем вам хорошо? Вообще, как с друзьями собираетесь? Они у вас все какие? Замужние женщины? Или может, тоже есть одинокие? Есть одинокие, есть и замужние. Всякие бывают. Ну, выкраиваем время какие-то, выходные подгадываем, чтобы собраться можно было. Вы знаете, я очень рано овдовела и так больше замуж не вышла. И я не считаю свою жизнь потерянной. Я хорошо живу, весело. У меня прекрасная дочь, у меня сейчас прекрасных двое, значит, внучка и внук. Я не чувствую себя ни ущемленной, ни несчастной. Мне хорошо. А вот есть ли вообще такой мужчина, который мог бы вам понравиться, и вы второй бы раз решились выйти замуж? Ну, у каждой женщины такая надежда в сердце живет, скажем честно. Принца мы все равно ждем. Вот вы, женщина видная такая, симпатичная, едете в трамвае. Бывает, что к вам мужчины подкатывают, так сказать? Понимаете, я на рабочем месте настолько сосредоточена, что я там не женщина. Там я четко водитель трамвая. Даже если у кого-то, наверное, мысль возникнет подкатить, она сразу кончится. Вы такая женщина, в общем-то, видная, как я смотрю. Встаете в 4 утра, и вот такая вот... Вы неужели каждый день такой красавицей на работу ходите? Вся при макияже, вся хорошенькая такая. Ну, нам приходится работать в обществе. Люди должны видеть нас, что мы, в принципе, ну, как бы не уставшие, и хорошо выглядеть всегда надо. Мы же на обозрении сидим. Вот вы прибежали домой с работы, поесть что-то себе на скорую руку, раз так, смастерили. А ведь мужа-то чем попало, не покормишь. Для него, наверное, надо какие-то яства особые такие готовить. Он же не перекусит какой-нибудь там петрушкой с морковочкой. Ну да, в этом плюс большой. Вообще практически не готовлю. Салатик настругала, поела и спать. А то и кефир попил, и все, и спать. А для мужа надо готовить. Что должна уметь и что умеет делать одинокая женщина? Вот удивите чем-нибудь таким. Да нормальные мы женщины, все мы умеем. Не знаю. Одинокая женщина умеет улыбаться. Вот заметьте, замужние у них все есть, им улыбаться незачем. А мы улыбаемся, мы ждем. Хорошее слово браком не назовут. Если брак – это ритуал, то почему тогда на ЗАГСе нет вывески ритуальной услуги? И в конце концов, если свадьба – это хорошо и весело, то почему ж кричат на ней горько? Молодой холостяк спросил у старого холостяка. Скажи, пожалуйста, почему ты до сих пор не женишься? На что тот ответил? Когда я был молодым, я решил, что женюсь только на идеальной женщине. Всю свою жизнь я ее искал и вот нашел. Но оказалось, она ищет идеального мужчину. Следующая остановка – замуж. Выходим, девушки, выходим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok